Добрый вечер всем! У нас сегодня 18 июля 2024 года. У нас уже полдвенадцатого, даже 35 минут двенадцатого доходит времени. Я сегодня немножечко припозднилась. Сначала думаю, что-то расскажу опять, как обычно, вам что-нибудь интересное или неинтересное. В общем, что у нас тут происходит. Потом уже, думаю, пожалела, что я, в общем-то, сегодня не сделала какие-то, ну, может быть, такие обзорные видео, чего-то, что-то поснимать нужно было. Короче говоря, сегодня мы припозднились с Жан-Люком, потому что, ну, во-первых, мы сегодня с ним, как обычно, рано встали, тут своими делами всякими занимались, домашними. Потом он меня пригласил, знаете, пристрастился к ресторану азиатской кухни, так скажем. Там ресторан меня пригласил, ну, сводил опять. Мы с ним сходили, посидели там тоже часа два, наверное, сидели в ресторане, разговаривали, вас недалеко здесь. Нас уж там выучили все эти работники, знают уже нас, знают наш столик, где мы любим сидеть, хотели поменять даже столик. Но, опять-таки, селись на свой любимый. Вот видите, как тоже вот такое, такое интересное. Хотя, вроде говорю, давай сменим обстановку, посмотрим что-нибудь с другого ракурса. Походили, походили, сделали круг, там такой большой зал, и обратно вернулись на свое место. Ну, в общем-то, так, знаете, покушали хорошо, потому что там, во-первых, ну, людей много стало. Я думаю, что туристы уже понаехали, полностью там уже, в общем, смотрю, идут и идут, и меняются. То есть любят там сидеть, любят тоже разговаривать. Там очень хорошее обслуживание у нас, и очень неплохая такая азиатская кухня. Ну, это вот так. Я вам немножечко об этом, как бы, о нашей вот сегодняшнем дне рассказала. Потом, кстати, вечером пошли, после обеда мы с ним отдохнули, он поспал. Я тут тоже вроде как прилегла, но не уснула, полежала, полежала, посмотрела интернет. Думаю, что-то мне не спится. Пошла потом кофе пить. А после чего мы еще съездили на угодья, там посмотрела, чего как, с Райком и прогулялись, походили туда-сюда, пока там Жанюк что-то в своих угодьях мастерил, ну, где-то, наверное, минут 30-40. А вот, а мы-то уж с Райком и гулялись. Потом опять он у меня, знаете, устал, Райко, уперся ни в какую идти не хочет, опять улегся, значит, он у меня вот такой вот. И вытащу его, как, знаете, как я уже говорила, так, послика на веревке, он не идет, значит. Ой, в общем, ну, все равно как бы погуляли, у нас такая луна красивая, уже мы уже поздно пошли на прогулку. С одной стороны луна такая большая-большая, а с другой стороны солнце заходит, так красиво. Все это, в общем-то, природа вообще очень в это время красивая. Но у нас стоит жара. Сейчас буду жаловаться вам о нашей жаре. Где-то градусов 32-35 сегодня было, где-то вот в этом вот. Ну, собственно говоря, мы так особо не почувствовали. Дома прохладно. Сейчас вот у меня, не знаю, слышите ли вы, нет, гудит, кондиционер включили. Он у меня там включил в нашей комнате. В общем, шумит вот за мной, я слышу его. Ну и вот так вот. Завтра тоже 30 градусов мы идем на свою работу в теплицу на полтора часа утром. Он говорит, надо утром быстрее закончить работу. Ну, в общем, вот такие вот дела, вот такие вот у нас тут, как бы, описала вам, чем занимаемся мы дома. Что я вам хотела сегодня сказать и рассказать? Знаете, тоже не знаю, как бы особой такой какой-то определенной темы нет, потому что хотела вообще-то об одном поговорить, но так как у меня время сейчас уже позднее, мне еще хочется фильм успеть посмотреть с Жанлюком. Какой, не знаю, какой еще, еще не выбрали. Вот, тоже почему так поздно, вот сидел тут он у меня ужинал, а я тут с ним сидела, пила воду, ну, с сиропом, подась с сиропом. Как говорится, на ночь я не кушаю, только пью. И мы с ним разговаривали, и поговорили, знаете, нас, вот интересно у нас с ним, вот это как бы нас объединяет, объединяет то, что мы с ним оба любим, какие-то, ну, непознанные, непознанные, в общем-то, о чем-то поговорить. Я ему рассказываю, ну, я часто что-то слушаю, смотрю по интернету. Ну, и вот нашла опять сегодня, наткнулась, кстати, сказать на интересные всякие видео. Рассказывать и рекламировать эти видео вам не буду. Почему? Потому что я знаю, как у меня на канале много реалистов, и кто меня просто не поймут, я как-то однажды пыталась там что-то вам порассказывать о том, что смотрю и слушаю, ну, и меня, в общем-то, как бы, ну, можно сказать, осудили за это. Вот, поэтому я ничего не рекомендую, ничего не рассказываю вам, не рассказываю то, что я смотрю, потому как я смотрю всякие мистические истории, меня очень интересует, и нетрадиционная история меня интересует, и научные данные нетрадиционные тоже, меня тоже это очень интересует. Так вот, Джанюкам мы сегодня вечером об этом, кстати, говорили, я ему рассказала, и он тоже так задумался, и если, допустим, где-то примерно год назад то, что я ему рассказывала, опять-таки, я ни о чём, ничему не утверждаю, и он как бы говорил, ой, нет, это неправда, это не может быть правдой, тоже какие-то аргументы мне приводил там, допустим, к каким-то моим теориям, которые, ну, так скажем, новым теориям, которые я сама где-то услышала. То сегодня он говорит, так, интересно, что-то, скажи-ка мне под подробнее, что-то узнала, что-то услышала, я ему изложила, вот мы с ним долго обсуждали, и он тоже задумался и вдруг изменил своё мнение, говорит, а я с тобой теперь согласен, и даже сказал несколько своих аргументов. Это я к чему рассказываю, не потому, что я вам хочу рассказать и сделать какие-то загадки из того, что я там смотрю и слушаю и прочее, я, наоборот, хочу сказать о другом, я хочу сказать, что мы, люди, меняемся. Вот один год, если он думал так, то через год вдруг он поменял своё мнение, то есть он задумался, он думал о том, о чём я ему рассказываю. Ну вот так вот, и вот мы сегодня с ним сошлись, и он говорит, слушай, какая интересная у тебя теория, то есть мои теории, которые я вот ему тоже говорила и рассказывала, ему достаточно были интересны, то есть он прислушивается ко мне, это один из тех людей, которые, вот Жанлюк, во всяком случае, он благодарный мой слушатель, он меня слушает, все мои вот эти вот, так скажем, выдумки и прочее. Меня, знаете, иногда мои знакомые, ну, есть у меня тут знакомые французы, они меня эзотериком почему-то называют, не знаю почему, вот, хотя вроде, ну, я о чём-то рассказываю, они говорят, ну, ты эзотерик. Может быть, да, может быть, нет, не знаю, вот, потому что мне интересно всё, я, знаете, открыта ко всему, к любой теории, ну, понятно, какой-то сумасбродной совсем теории я не, естественно, что я не совершенно, она, знаете, сумасшедшая, я и не буду слушать, понятное дело, но, тем не менее, что-то вот интересное, если обоснованное, как говорится, подтверждённое, то я с удовольствием это могу прослушать и, ну, как бы, поразмышлять, так оно или иначе. Вот, о чём я вам хотела сказать, о том, что вот люди иногда, казалось бы, да, мы с Жанлюком такие, видите, всё время у нас с ним и трения бывают какие-то, и непонимания, и вот в этой охоте у нас, видите, с ним всё время, так скажем, по разную сторону баррикады мы находимся, если он заядлый охотник, то я, наоборот, любитель животных. Я всё время, кстати, пытаюсь его переубедить, что это нехорошо, убивать беззащитных птичек. Вот, я ему всё время хочу сказать, что они точно так же, как мы думаем, размышляем и прочее. Говорю, смотри, вот Райка у нас, он тоже вот такой вот задумается. Знаете, вот он иногда встанет и думает, вижу, что вот по его мордочке, что он думает, то ли ему на второй этаж подняться, то ли ему на первом остаться. Это же прямо, вот, знаете, смотрит на лестницу, потом сюда, потом опять на лестницу. То есть видно, что у него, вот прям по глазам видно, что он размышляет, куда же ему, что бы ему такое сделать. И я иногда тихонечко Жанлюку говорю, вот посмотри, понаблюдай за ним, он размышляет, он думает. Вот, то есть животные тоже имеют свои, как говорится, ну, какие-то мысли. Вот, а сейчас тоже лежал тот у меня, я бы сегодня купала. Он только услышал одно слово, что нужно купаться идти. Он сразу спрятался и убежал, потому что купаться он у меня не любит. Я его выкупала, вот мы с ним нагулялись, и он у меня сейчас спал и какие-то сны видел, плакал во сне. Вот такие вот у нас тут дела. Вот такие вот у нас, у меня тут рассказывал, говорится обо всем и ни о чем. А вот, что ж еще хотела сказать. Хотела поблагодарить вас всех за ваши комментарии. Ну, еще хочу сказать, что сейчас будут комментарии некоторые исчезать, потому что я взяла новую, я уже вам говорила, такую тактику, так скажем. Я все плохие комментарии, ну, которые действительно плохие, отзывательские и прочие, я их сразу без предупреждения, без ответа, без исправления, как говорится, личности их начинаю уничтожать. То есть увидела, уничтожила. Поэтому такие будут у меня уничтожаться. Как только заметила, так уничтожила. Вот, сначала я уничтожаю, и если человеку не понимать не будет, буду его блокировать. Это так я предупреждаю на всякий случай. Вот, что ж я вам еще хотела рассказать. А, да, про вчерашний день хотела рассказать. Да, кто-то мне там написал тоже. Так интересно, что, ой, одно и то же показывает. Вот эти вот замки синие бороды. Но, боже мой, Франция, она какая есть, такая она есть. Она не меняется. Мне правильно тоже заметила Ирина из России, моя давняя подписчица, моя любимая подписчица. Правильно она заметила, что Францию в основном показывают. Это Париж показывают. Ну, в основном, основные такие видео. Это показывают там Ниццу, там еще какие-то такие крупные, знаете, большие города. Вот такую глубинку, вот как мы живем, какой-то, знаете, это реже. Оно, конечно, есть, каналы какие-то существуют. Ну, обычно об этом как-то много-то и не говорят. Ну, видимо, не совсем интересно. Вот, как бы, или, может, люди такие, что неинтересно, вот, показывать, ездить везде. Я, например, обожаю. Я обожаю вот эти замки средневековые. Средневековые я вам вчера показывала. Я по 10 раз туда езжу, правильно? Ну, ведь каждый раз, когда я приезжаю, у меня новые какие-то ощущения, новые какая-то, знаете, интерес, так скажем. Уже по-другому я на это смотрю. Каждый раз у меня какие-то, знаете, прямо чувства такие на меня... Ну, в общем, короче говоря, приятное такое вот какое-то. Я даже не знаю, не могу объяснить. Кстати, был хороший вопрос у меня задан. Ой, я забыла, как женщину зовут. Вот она у меня иногда там, ну, по-всякому бывает еще. И меня под ковырками пишут. Но, тем не менее, она нормальная женщина, хорошая. Забыла, как зовут. Боже ты мой. Так вот, она мне спросила, откуда камни они взяли. И вы знаете, я задумалась тоже над этим вопросом. Кстати, уже давненько думала. Вчера на этот замок тоже смотрела, рассматривала. Думаю, господи, а камни-то они, правда, где эти брали? Вот тоже подумала. А, Нина, по-моему, так ее зовут. Нина, она, по-моему, из России у нас. Так вот, она спросила, я еще раз задумалась. И сегодня Жен-Люк, говорю, слушай, Жен-Люк, слушай, а где они, правда, камни там натаскали, говорю, вот этот гранит, он мне говорит. Ты знаешь гранит? Я говорю, конечно, знаю. Вот, он говорит, а действительно, откуда они этот гранит натаскали? Потому что там, где стоит вот этот замок, там гранита нету. Вот, и в то время, ну, где-то в каких-то местах, конечно, он есть, но тащить же надо, их очень далеко его, в общем. Короче говоря, этот вопрос нас тоже стал как бы интересовать. И не только вот в этом месте гранитный замок. Я вам показывала вот этот вот еще, который, ну, последний замок небольшой такой. Он тоже из таких, знаете, башенки у него тоже, мне кажется, из гранита сделан, из такого мощного чего-то, из такого, как бы, крепкого, что-то такое крепкая конструкция. Короче говоря, где они это брали, непонятно, загадка истории. Вот, и еще мы вот тоже с ним обсуждали, вот этот замок, у него на, как бы, ну, там перед крышей, перед крышей, где раньше была крыша этого замка, еще часть сохранились, вот эти зубцы. Вот, достаточно такое, знаете, мощные, мощные зубцы, мощное такое сооружение. И вот тоже интересно, как они их, ну, какими инструментами они эти зубцы выпиливали. Тоже очень интересно, потому что я вот тоже смотрела, размышляла, думаю, вот надо же, сколько времени прошло, да, уже вот до современности, в общем-то, до нашего времени он дожил, этот замок. И ведь его не могут, его, ну, как бы это сказать, реставрировали, но реставрировали, ну, как бы не полностью, не могли его отреставрировать. А уж эти зубцы там воссоздать, тем более, так и не воссоздали. То есть, получается, до сих пор нету таких, видимо, ну, не знают, как это, или утрачена технология, или еще что-то. Ну, короче говоря, полностью отреставрировать этот замок они почему-то не могут. В общем, короче, так интересно, так здорово. Столько всяких загадок, столько всяких, в общем-то, ну, в общем, история, она вообще очень-очень интересная. Поэтому всякие мысли такие в голову и забираются, когда это все построили, и кто это все сделал. Вот, потому что, действительно, вот у нашей красивейший вот кафедральный собор здесь, в Лиссоне, тоже он такого же типа, что в такие, такой гранит большой, мощный, как говорится, и тоже в те времена, вот времена, времена Ришельё он был построен. Но нет, до него даже, наверное, начинался строиться, потому что он уже в молодом возрасте здесь работал. Так вот, представляете тоже, сколько веков все это стоит, и все это не разрушается. Просто мы вот сегодня тоже с Жанлюком смотрели наше крыльцо. Вот, представляете, вот как бы современное крыльцо. Дом этот у нас, ну, лет 16, ну, 18, вот, в доме, в котором мы живем. Так вот, это крыльцо, у меня Жанлюк хотел его, оно сделано из дерева, и он хотел его перекрасить, потому что, ну, оно, в общем-то, облезло. Он стал его обдирать, вот, старую краску, и обнаружил под этим слоем старой краски, и крыльцо все сгнило, короче говоря, вот эта крыша у крыльца. Я ему вот тоже говорю, вот, представляешь, замки стояли с 11 века, и, в общем, еще стоят. А крыльцо, говорю, 20 лет не простояло, уже все сгнило, то есть вот как вот, и все покосилось как-то, и, в общем-то, короче говоря, вот такие вот, просто мысли наводят, что мы уже сейчас разучились или не умели никогда делать что-то такое, чтобы на века, то есть, в принципе, я думаю, что нет, вот, вообще интересно, интересно. Еще два слова вам, наверное, скажу, расскажу про персонаж, которого я обожаю и люблю, это Жильди Рей, это, знаете, ну, прямо, ну, вообще магия какая-то, я обожаю этого персонажа, столько читала про него раньше, и, в общем-то, интересовалась, не знаю, почему, меня этот персонаж очень-очень интересует, очень, и, в общем-то, чем больше я про него читаю, иногда смотрю его гравюры, его изображения, вроде ничего такого особенного в нем нету, знаете, вот, чтобы он какой-то красивый-прекрасивый, там и прочее, ну, вроде обыкновенный человек, обыкновенный мужчина, но настолько интересный тоже персонаж, настолько интересно про него читать, и, в общем-то, на мой взгляд, это был очень умный, прогрессивный человек, на мой взгляд, потому что, когда читаешь, вот, когда, знаете, складываешь, ну, как мозаику, значит, тут в этом замке что-то почитаешь, информацию про него, идешь в другой замок, там о нем какая-то информация, даже фильмы тут у них, ну, типа документальных есть, о нем я смотрела, у французов, и то, что мы знаем, вот я, допустим, то, что читала о нем в, ну, когда была в России, когда жила, потому что я оттуда узнала об этом человеке, синяя борода, господи, мы все его знали, что мужчин, по-моему, такой был какой-то что-то, в общем-то, такое, вот, рассказывали нам и про этого злодея. Так вот, что я хочу сказать, и та информация, которая здесь уже, скорее всего, она более правдивая и историческая, она очень-очень отличается, и тут, как бы, знаете, получается, что не настолько он был и злодей, и, в общем-то, это его сделали таким, ну, в то время, когда люди, в общем, были, ну, жадные до денег, да, собственно говоря, люди-то никогда и не меняются, они сейчас такие же, вот, а в то время церковь была не совсем честная, вот, и, в общем, короче говоря, очень интересно. Ну, ладно, что-то я в историю куда-то, знаете, пошла в ту, которую я обожаю и люблю, то есть в те истории, в те, значит, сказки, сказы, предания о старины далекой. Всех вас люблю, целую и обнимаю, всем спокойной ночи желаю и доброго утра тем, кто будет смотреть меня за чашечкой чая или кофе. Пока-пока, до завтра, завтра, не знаю, или будет возможность, что-то сниму в теплице, если не будет никакой такой возможности не представиться, ну, значит, что-нибудь вам еще и расскажу. Пока-пока, до завтра.